Всем по привету, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео я буду вести торговлю на финансовом рынке, буду анализировать с точки зрения, естественно, технического анализа, будем с вами использовать объемы в нижней части графика, в общем, полный разбор от АДУ. Я живая торговля, ну в принципе, как я умею это все разъяснять и объяснять, и то, как вы любите за всем этим следить. Поэтому, ребята, давайте так, с меня обучающий контент, а вот с вас лайкосы на эти видосы. Мне будет приятно увидеть вашу поддержку. И, кстати, сегодня я торгую, конечно же, не сам, а со всеми ребятами, которые находятся у меня в закрытом, шучу, в открытом сообществе на нашем открытом форуме в Телеграме, поэтому если ты еще не здесь, обязательно вступай. Так, я уже провел анализ ГБП АУД, я буду заходить на понижение, поэтому давайте с вас лайкосы, вы там не забывайте, лайки это очень важная часть всего. Так, я буду заходить вниз, здесь у нас происходит сейчас очень серьезное пробитие, поэтому давайте ГБП, 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 АУД. Замечательный 47%, процент отвратительный, конечно же, поэтому для отработки я буду использовать минимальную сумму для себя, это в 20 долларов, 4 минуты на понижение сделка открыто. То есть я захожу на продолжение движения данного пробития. Здесь мы уже с вами, на самом деле, заметили закономерность такую, если вы посмотрите предыдущее видео, что у нас сейчас начались пробития областей, далее цена у нас движется вот после пробития основной области, как это, например, произошло у нас здесь. Да, не удивляйтесь, в начале видео сразу уже идет разбор. Здесь, смотрите, у нас была хорошая область поддержки, сдерживала цену. Здесь происходит пробитие. Пробитие у нас происходит на пониженном объеме. Посмотрите, относительно чего он понижен. Я хочу подчеркнуть, этот объем у нас пониженный относительно данного объема в сторону на повышение. То есть у нас здесь находилось свечение определенности, которое очень сильно хотело пройти на повышение, по итогу получилось. Сюда влился объем из этого максимума. Привет, сказал ему, и тут мы пошли с вами вниз. Далее, свечение определенности на повышенном объеме, которое указывает на слабость данного движения на понижение, это если мы будем рассуждать с точки зрения базового технического анализа. То есть это указывает на слабость. Но не тут-то было. Вот тебе, пожалуйста, у нас новостной сегодня день. И новости влияют таким образом, что пробивают наши локальные области поддержки, либо сопротивления. Ну, в данном случае поддержки. Пробитие произошло. Огромная свеча. И чего я здесь ожидаю? С тем учетом, что у нас сейчас вносится нихреновый такой процент неизвестности, да, что будет происходить. Коррекция не срабатывает от области поддержки. Идет пробитие следующей области. То есть у нас это новостное движение может как продолжиться сразу, так скорректировать на повышение в районе 30-40% и после этого снова пойти в сторону вниз. Давайте с вами смотреть. Давайте я уберу все лишнее и обозначу актуалочки. Вот актуалочка под номером 1. Это данная остановка. Вот в этом диапазоне. Если сейчас наша цена здесь на минимуме среагирует на данную остановку, это, конечно, будет максимально ха-ха-хи-хи. Но если это произойдет, то скажите, пожалуйста, до какого диапазона у нас будет происходить коррекция? Откат, да? До какого диапазона? Это вопрос актуален. Поэтому ты должен знать диапазон, до которого может произойти коррекция. В данном случае вот он. Во-первых, здесь действительно происходила остановка. А во-вторых, здесь у нас как раз, если мы с вами прикинем, вот так вот на взгляд чисто, да, это 100%. И если откат до этого диапазона, да, вот раз, давайте, два, три, вот так вот диапазон, то где-то здесь по центру, это как раз и будет в районе 30-40% того самого отката, про который я и говорил. Но у нас происходит пробитие еще ниже. Почему я здесь не заходил на повышение и не рассматривал, в принципе, вход на повышение? Нет области. Запомните, что если вы заходите на откат от области, условно, да, от области поддержки, она у вас должна присутствовать. То есть это не просто локальная остановка, как вот здесь, например, да, либо здесь. Кто-то скажет, ну вот же область. Ну, нет, это не область. Область, ну, можно сказать, вот здесь вот была хорошая остановка. Ниже это вообще прям неимоверная, огромная область, не информативная абсолютно. Поэтому по общему движению на повышенном объеме я зашел в сторону на понижение этого движения. Выплата у нас максимально здесь печальная, поэтому это больше для опыта. Ну, в конце концов, опыт это тоже хорошо, согласись. Опыт в копилочку. Лишним не бывает, да. Так, давайте я вот свои скриншотики покидаю. Процент абсолютно так себе. И смотрим, что ребята здесь так же, вот кто заходил, заходил на понижение. Все хорошо, на понижение. Дайте мне больше скриншотов. Есть на понижение, на понижение. Хорошо, хорошо, ребята. Все нормально. Значит, здесь мы получаем чистейший плюс. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вход был на 5 минут, я заходил на 4 минуты. Это мой базовый вход. Выплата поднялась, да, это слава богу. Вот кто-то также заходил на понижение. И вот такой вот рывок здесь он получает, данный человек. Какие выводы мы можем с вами сделать? Ну, во-первых, давайте зайдем вот в эту группу. Так, здесь у нас вообще был плюс на 65 пунктов. Ничего себе. Это, к слову, если ты хочешь попадать на бесплатные торговые сессии от алгоритмов без минусов, тебе сюда. Это для практики. Внимание, тут написано. Смотрите, рекомендуется отрабатывать только на демо-счете. Я это подчеркиваю. Не нужно тут делать из этого какой-то прям ни хрена себе. Кнопка бабло у SmokeFX на форуме находится. Типа, аккуратно с этим. Так, ну что, здесь это плюс. Естественно, 56 пунктов. Плюсовской залетает, как дети в школу. Ребята скидывают свои скриншоты. Кто здесь также заходил в эту отработку. Процент в моменте был отвратительным. Поэтому про заработок в чистыми мы вообще с вами не говорим. Но как опыт, это определенно мы получаем с вами плюс. Да и в принципе, давайте подведем итог. Такой уже у нас тут завершающий. Ну, хорошее, хорошее движение. Что тут еще говорить? Меня удивляет, где выход новостей. Вы знаете, что есть... А, вот. Тебе уже есть вероятность повышения волатильности на отдельных активах. То есть, новости присутствуют. Очень часто, кстати, вы можете это вообще даже не знать, присутствует такой принцип, отвратительный на самом деле, что не все новости отображаются, например, на сайте инвестинг. Ну, вы слышали про этот сайт? Инвестинг.ком. Он был популярен где-то в году, наверное, 2017. В 2017 я им пользовался. Там был экономический календарь. И там типа все основные новости. Но есть много локальных новостей, которые там не отображаются. Поэтому это так себе. Лучше использовать это уже какие-то платные сервисы либо подписки. Но даже в них не все будет находиться. Потому что вот такие пробития, они в принципе логичны с точки зрения базового технического анализа. Потому что, ну, сами посмотрите. Движение вниз. Объем растет. Но очень обидно, я уверен, было тем людям, которые отсюда заходили на повышение. Да. Хотя объем, да, действительно повышался. Но при этом здесь был потенциал на понижение. И все. Ну, вот так складывалось. Боже мой. Все буквы перепутались. Складывалось в такую картину, что да, движение, пробитие вниз. Ну, может произойти. Ну, может произойти. Чего этого стесняться? Вот оно и произошло. Мы это с вами вовремя распознали. Распознали почему? Потому что предыдущий вход в прошлом видео на моем канале вы можете посмотреть. Там как раз у нас и произошла такая картина с пробитием. То есть область себя отработала достаточно плохо. Но мы с вами зашли на отработку импульса. Все случилось по итогу хорошо. Так, евро, USD на 5 минут. Ну, что, полетели тогда? Давайте смотреть, какой хороший откат произошел. Цена обновила свой максимум. Суперский откат сейчас происходит. Время ловить этот откат. Правильно? Ловить этот откат. Давайте посмотреть. Раз, два, три. Максимумы обновлялись. Супер обновление максимума. Я отдаю свой голос за то, что будет движение после этой коррекции. Конечно же, на повышение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И открываю сделку. Давайте сюда захожу. Евро, USD. Здесь уже более хороший процент. Естественно, две сотни баксов на повышение. ГПП Аут не открылась на повышение. Это, видите, как бывает в жизни. Ну, просто офигеть, как классно. На повышение открываю Евро, USD. Вы видели, что я там все выбирал правильно, но залагала платформа. Спасибо Pocket Option, GBP Аут. Пришлось открываться на повышение. Чего я делать, конечно же, не собирался. И, короче, здесь я реально попадаю в западню, потому что мне параллельно нужно отрабатывать Евро, USD. Мне нужно отрабатывать GBP Аут, который я вообще не собирался отрабатывать. И из-за этого видос затянулся буквально на минут 20. Этот голос, вот то, что вы слышите, это уже поверх я записываю. В общем, здесь будет разбор, отработка по итогу произойдет с перекрытием. Люди здесь вместе со мной заработают. Вы это увидите буквально через несколько секунд. Они будут свои скриншоты скидывать. Все классно, но этот баг на платформе Pocket Option испортил всю малину. Поэтому пацанюры, вот здесь вот я говорю о том, что нужно заходить от областей, но по итогу перекрытие GBP АУ, там тоже было два перекрытия, которые вообще не входили. Все из-за багов. Вот так вот баг на платформе запротачил мне полноценный видос. Ну, в общем, после этого перекрытия я зайду, закроется в плюс. Вы сейчас все увидите. Там уже вот в лайв формате я возвращаю. Давайте. Цена у нас безумно провалилась. здесь огромная сумма пробития. раз, два, три. Раз, скриншот, два, скриншот. Так, еще люди здесь заходили с минимума. Вот моя точка входа. Здесь все видно. Давайте посмотрим. У нас на пять минут был вход. Здесь вышел прогноз и еще не было ни одного перекрытия даже. Вы это понимаете? Здесь также скидывают вот, пожалуйста, люди скриншот по евро и USD открыли с самого минимума. Вот, пожалуйста, импульс произошел. Хорошо, хорошо. И, как ты видишь, цена не упала еще ниже. И так, как я стал заложником ситуации по ГБП АУТ, на моем балансе уже 71 тысяча долларов, так как это просто отработка по ГБП АУТ, я хочу вам объяснить, она не входила вообще в суть этого видоса, отработка была по евро и USD, я самостоятельно здесь уже с прикрытиями довел свой баланс до 71 тысячи и слава богу, но этот, ну, как это назвать, просто баг, ты выбрал валютный актив, валютную пару, все классно, ты смотришь сюда уже, пишешь сумму и тут он автоматом меняется на ГБП АУТ. Идиотизм в высшей степени, ну, по итогу я дошел до 71 тысячи, халилюя, как говорится, да, ребята, ребята, пропустил букву R, ребята, давайте так, с вас лайкосы, комментосы, дальше у нас также будут происходить максимально качественные подробные видео, я очень надеюсь, что такие баги не встречаются здесь редко, то это просто какой-то шлаг, давайте, на связи был SmokeFX, отработка, первая, SuperMegaLight, вторая, с перекрытием, вы увидели, что люди так же заработали, кто со мной там торговал, присоединяйтесь, ссылка на форум находится в описании под этим видео, все, всех обнял по-братски, приподнял, и всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok